так вторник 30 апреля отвезла джарита продленку последний день сегодня завтра начинается уже учеба работа и май июнь а потом у нас каникулы в июне мы еще работаем и учимся в нью-йорке в некоторых штатах начале июня уходят зависимости от климата все зависимости от климата потому что когда климат жаркий то они уходят раньше потом выходят в августе у нас в нью-йорке значит в конце до конца июня там 26 последний день вот так что вот так вот у нас ну пролетела незаметно сказать по правде сказать по правде пролетела незаметно да так вот значит куда я еду я еду на брайтон хочу сходить в один магазин есть там один обувной магазин бывает в этом у них неплохие вещи надо регулярно заходить чтобы поймать вот это межсезонье купить на тот сезон купить на тот сезон у них очень очень по сезонам у них обувь из-за европы поеду на сегодня пасмурно так приятная погода вчера было жарко очень жарко понедельник да очень было жарко прям по 30 градусов сегодня так умеренно прохладно так едем пока идет меня прямо можно разными путями поедем тогда по свернем на не причем хорошо ой как здорово когда каникулы когда вот это все есть свободное время как здорово кучу дел переделаешь все сделаешь все в расслабленном режиме не спешишь никуда никак не дергаешь джарита не дергаешься сама так здорово так здорово я вчера там сделала видео но я его убрала я еще забыла рассказать я убрала потому что там домашних условиях и все в таком духе я вот он считает что я буду читать его мысли вот он не мигает ничего он стал посередине дороги передумал ехать вот я встречаю это постоянно вот встанут но как тут не ругаться друзья мои как тут не ругаться вот он ехал ехал стал носом значит в носом влево попой вправо и стоит не мигает ничего не показывает не налево он направо он чего делает вообще простоял подумал передумал как тут не ругаться как тут не ругаться за рулем так вот что еще хочу сказать я все своем я все своем потому что знаете потом забываю все я смотрю нет я плохое забываю ну как бы частично то я помню конечно но детали потом забываются когда смотришь вот видео свои у меня канал без монетизации у меня нету денег с канала я не знаю всех есть у меня нет как я с этим не борюсь сколько лет и я не могу ничего сделать у меня почему-то нету они какие-то не ставят условия их драконовские вот youtube и ну и я как бы это мне на руку потому что я тогда в расслабленном режиме все делаю делаю для себя то есть получается что я веду канал для своей собственной памяти так вот и вон там чай тормозить он будет ехать как черепаха 13 дней в час сейчас я его заставлю ты пьяный что ли спасибо вот в гневе я страшна ну потому что я терплю терплю потом я думаю ну то что вообще что так куда 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 прямо интересно здесь куда здесь два варианта налево-направо поедем налево так здесь куда он не перестраивает сейчас все мои здесь чтобы ни в кого не врезаться здесь надо очень очень аккуратно тут недалеко полицейский большой участок 61 по моему называется district 61 что ли у них тут нормально стоит он припарковался он мигает он все показал что его там нету ли он там есть много-то вышел он оставил место для людей он как бы все думает но этот не думает он едет 13 не в час а вы знаете еще почему я злюсь потому что очень много вот этих водителей убера и так далее они вот на ходу пытаются найти клиента они делают себе 10 миль в час потому что они устраиваются почему хочу я евеню x кто-то мне это а так налево направо почему направо интересное кино почему направо ладно будем следовать навигатору жизнь учат что надо ему следовать вот они включают значит ищут клиентов на ходу со скоростью 10 миль в час за ними устраивается это не по куни айленд павел я не хочу по куни айленд нет я поеду сейчас по 12 вот даже куни айленд такая убитая убитая улица я не хочу там показать вам нечего вот и короче вот так вот они едет ловят клиентов на ходу ну ты встань встань и лови себе клиентов хорошо что я еще хочу сказать так вот как здорово когда потус каникулы шикарно вообще все успеваешь сделать еще успеваешь отдохнуть вот и что еще хотел сказать про джарита про джарита поехать там уже с вами ездили может правда на кони айленд поехать по кони айленд не проще конечно на убитой улице посмотрите на убитой улице бруклина вот что я хочу сказать он еще знаете что он я заметила у него какие-то способности ну это хорошо конечно к телефонам и компьютерам вот правильно говорил андрей что дети сейчас рождаются как бы с телефоном в руках и вот у нас потому что он они все смотрят не то что надо да и конечно же они также смотрят как и мы youtube все в ютюбе вот и я ему сделала у него всегда у него всегда был свой маленький лаптоп всегда вот он еще там ему было он еще не говорил а у него уже был свой маленький лаптоп я поставила его конкретно мультики его как бы ему все вот ну как бы его детские песенки его детские мультики кстати вот песенки на русском мультики на русском и у нас всегда были на русском вот как не боролась со мной агентство что значит английский английский он почему у вас английский должен быть что я говорю почему и ну, короче, здесь у нас очень много вокруг нас чокнутых людей, очень много вот и почему все хотят два языка почему-то мы должны сделать один язык странные люди, а, почему я должна значит делать акцент на английском когда они английский и так будут знать то, что вот я вам и говорила ой-ей-ей, ой-ей-ей вот так нельзя делать, вот так делать нельзя, как я сделала сейчас, но вовремя остановилась когда обзор загораживают можно, конечно, вот она заворачивала она могла ехать прямо, вот эта бежевая машина ну, короче ладно, это дело другое вот магазин Ташкент ни разу не была, но слышала про него дабл паркинг, все справа стоят так, сейчас секундочку, мне надо сориентироваться в какой мне полосе быть наверное, мне надо перестраиваться вот в эту полосу ну, в общем, он, как бы, рос у нас на мультиках этих российских не, почему, развернуть его времена ну, не важно у него всегда был свой телефон ой, свой компьютер свой лаптоп потом, значит, когда он стал подрастать я вижу, что он лезет уже не туда он смотрит все подряд все, что ему попадает так, где здесь дальше это Белт Белт нам не нужен хорошо Белт нам не нужен приедем, так так, вот мы уже приближаемся к Брайтону там уже Ашана впереди если вы видите комплекс Ашана большой там уже, это, метро надеюсь, приедем к Непчу так, полицейские стоят охраняют так и потом так, а где же там этот магазин-то? на каком же он Брайтоне-то? четвертый в общем, теперь, Лиз, мне повезет если мне повезет, я найду парковку на четвертом Брайтоне ну, ладно, будем ехать пока потихоньку здесь все загружено все загружено Брайтон восьмой ладно, быстренько скажу короче, он у него всегда был свой компьютер и я сделала ему YouTube Kids такой канал где вы можете загружать только сделать parental контроль родительский контроль и у вас будет то вы будете только смотреть то что он будет смотреть только то что вы загрузите что я и сделала много интересных познавательных передач наука, там, природа и на английском много и на русском сделала ну, в общем, просто шикарно ну, конечно, им нужно что-то другое они хотят смотреть дети другое они не хотят смотреть полезно хотя он смотрел до поры до времени пока он не открыл мир что есть, оказывается, просто YouTube что есть, оказывается, игры и, в общем, вот везде его там научили голосовое и, короче, я ему оставляю уже на его компьютере делаю залезаю везде и все убираю а он везде залезает и все загружает вот такая у нас с ним борьба идет от противного так, вот здесь надо где-то искать парковочку а где же, где же мне искать ой, вон там сейчас проеду слева, да может быть, есть там ну, там наверняка этот если правая машина стоит вот там значит, там наверняка гидрант слева сейчас будем кататься с вами, искать и рассказывать о, а вот место боже, что же я стою-то вот странная женщина странная точно про меня такое место хорошее я стою your destination is on the left так вот так, тиска я стою я стою-стою-стою так, все сейчас мы парковаться подождите дайте мне возможность припарковаться вот, короче у него какие-то поразительные способности к компьютеру он сам туда себе все загружает и я залезаю в настройки я убираю все, что он загружает я делаю жесткие там всякие условия чтобы он не мог себе загружать ничего а он себе загружает и главное приходит такой довольный и говорит мам ты представляешь что я нашел я нашел наш дом и значит он залез и сам себе сделал гугл мэп и он значит говорит я нашел свой дом смотри И я смотрю, думаю, у-у-у, так ты Google Map себе загрузил. Думал, здорово. Вот, а теперь, говорит, смотри. И начинает по всему Бруклину ездить, как мы ездим, по нашим маршрутам. И говорит, вот смотри, вот бассейн, вот церковь, вот наши площадки. И приходит мне периодически это все притаскивать. Ну, ладно, Google Map это безобидная штука. Это как бы, ладно, здорово. Освоил Google Map. Потом он, я опять ему все там убираю, чистое поле, оставляю ему Google Map. Он приходит мне и говорит, мам, смотри, я это... Сделал видео. Значит, он уже научился делать видео. Я сделал фотографии. В общем, короче, вот так вот. Ну, и, конечно, у нас вот эти игры. Я не знаю, как. Я убираю ему... Он же писать-то еще не умеет. Я убираю ему функцию... Я убираю ему функцию... Ой! Голосовых вот этих, чтобы в Google не было по голосу установка там всяких... Геймс, 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 как он делает. Так он все равно, он все равно... Он все равно ухитряется... Сори, мне надо вписаться ближе к бордюру. Он все равно себе все это делает. Эти геймсы. Я все убираю, все подчищаю. Делаю такие настройки, что он не может уже... Он никуда уже не может залезть. Он все равно это делает. Как? Я не знаю. Я потом ему говорю, как? Как? Покажи мне, как ты это делаешь? То есть, видите, как дети осваивают компьютер. Они осваивают это сами быстро и так далее. Не надо им сидеть, ходить на какие-то нудные курсы. Они все это делают быстро и сами. Ну, вот так вот, видите? То есть, вот здесь у него голова работает. Это учитывая то, что другие в продленку приходят. У них там эти... Телефоны, у них там планшеты. Я как бы наоборот. Я борюсь с тем, чтобы у него этого ничего не было. Я борюсь с тем, чтобы не было. То есть, у нас вот такая... У нас идет борьба от противного. У нас борьба от противного идет. У нас идет борьба от наоборот. Борьба с тем, чтобы человек не получил знания. Потому что он это... И вот у нас есть знакомая. Она сейчас уехала в Россию. Бабушка там знакомых наших. Ну, а она такая бабушка бодренькая. Там, я не знаю, 60 ей, может быть, 3-60. Вот так вот. Она очень бодренькая женщина. Не дали визу обратно. Дали, она приезжала к детям. Иногда я подбрасывала Джарита туда. К этим деткам. Ну, за плату, за плату. Я уж не помню, как я... А, моя знакомая дала ее, значит. Это очень хорошая женщина. Таня, очень хорошая. Просто шикарная женщина. Вообще такая позитивная. Вот. И она мне всегда про Джарита только хорошей. Даже были, когда трудные времена, там, он не слушался и вел себя ужасно со школы. Когда начались проблемы, он стал очень, это, нервным таким. Это был какой-то кошмар. И она мне всегда говорила, не переживай, не переживай. Вот нам нужно своих пушить, 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 чтобы они что-то получали. А твой, говорит, из воздуха хватает знания. Я думаю, да, это ведь правда, это правда. Он как-то вот, слава Богу, слава Богу, у него это есть. Вот он, вопреки всему. Ой, пациент выжил, несмотря на усилия врачей. Вот. Я надеюсь, что он получит свои школьные знания, несмотря на усилия учителей. И несмотря на усилия администрации. Вы понимаете у нас, какая вообще, это, вот, знаете, вы знаете, я просто диву даюсь. Вот, нет, в Библии есть такие слова, там, что не удивляйся, если вот приключение для вас странного. Так, как-то едет интересный мужчина на доске. Не удивляйтесь, если с вами происходят такие ситуации, вот, какие-то парадоксальные. Вот у нас парадоксальная ситуация. Вот ребенок талантливый, умный, сильный, спортивный, куча достоинств. И его гнобят, его гнобят, понимаете, потому что он неудобный для них. И у них есть возможность его, как бы, выжить, выпихнуть и так далее. Потому что таких детей полно, талантливых, умных, красивых, спортивных и так далее. Таких детей много, но там родители всем кланом станут и просто задушат всех. Потому что у них есть права, права, подписи, документов и так далее. Они всех задушат, если на их ребенка там что-то такое. А у нас, вот я поняла, что это из-за того, что вот фостер-ребенок, они чуть-чуть что-то не так, они всех фостер-детей будут выживать. Они всех фостер-детей будут гнобить. Я поняла, потому как ведет себя офис, что у них идет понаката на это все. Потому как мне в октябре, ой, это в августе все сказала кейс-уокер, который не работает сто лет в этой системе, а работала не так давно. Но она мне сказала, что будет то-то, то-то, то-то. Будет, будут грозить полиция, будут грозить АСС, значит, будут звонить каждые полчаса. Готовься, говорит, готовься. И я тогда еще не поверила ей, думаю, да нет, что такое, мы нормальные люди, нормальный ребенок, нормальная мама. Как это так, почему, с какого перепугу? Нет, у нас будет по-другому. Но если она вот так мне сказала, значит, у них это постоянно со всеми фостер-детьми. И администрация это знает, администрация знает, и они вот так вот, они давят на биологических родителей, они им врут, и там все построено на лжи. Все построено на лжи, вы понимаете? Все на лжи построено. Ладно, пойду сейчас, сколько там время, 9.30. Вот 15 минут, и я уже здесь, да? А так будешь ехать, со всеми пересадками, со всеми этими, будешь ехать полчаса. Пока дойдешь до метро, пока туда-сюда, ну, 40 минут отдай. А на машине вот 15 минут, и все, ты в шоколаде. Такие дела, друзья мои. Ну вот. Будем как Давид. Андрей, проповедь такую хорошую сказал в субботу, что Давид... Не, 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 I'm staying. Я как подскочил, мужчина даже меня напугал. Меня напугал, мужичок. Меня напугал, надо ее закрывать. Нельзя парковаться. Значит, моя коллега по работе говорит, только села в машину, все, закрывай двери. Это первое. Второе. Никогда не паркуйся за вот этими венами. Знаете, такие вены с затемленными окнами. Воруют людей, детей. Мафия приехала в Нью-Йорк. Много мафиози, которые привезли свои таланты криминальные сюда. И, короче, воруют детей, воруют это. Не становиться за венами. Запихивают в эти вены и все. Ну и, конечно, это не так, что прям там повсеместно. Нет. Я помню времена, я помню времена, как я гуляла в Манхэттене до часу. Вот летом, когда каникулы тоже были, до часу гуляла, до двух. Прикиньте, возвращалась. Значит, много было в метро людей. Не страшно было. Гуляли до часу, до двух. В парке ездила, на велосипеде до часу ночи. Смотрела на звезды. Слушала трещания этих, кузнечиков. Говорила, какой безопасный город. Вот такой я зап... Я такой помню еще, я такой помню. Я скажу вам, до какого это года было. До... где-то вот до ковида. До того, как пришла банда правительская, правительственная. Где-то... ну, где-то до 18-го года, я так думаю. И вот, когда уже в 20-м, я уже поняла, что сгущаются тучи. В 19-м, когда Байден как будто бы победил, как будто бы... Вдруг, значит, шел, лидировал Трамп, и вдруг раз... И как-то так он прямо сразу это... Там такие были махинации. Такие были махинации. Это вот как раз было... это была осень 19-го года. И вот уже начинался этот ковид. В Китае, там, везде. И я поняла, что все. Вот это идет какая-то мафия. Мировая, включается. Уничтожать людей. Но я застала еще другую. Другой Нью-Йорк. Я говорю, каталась на велосипеде, вообще было не страшно. Совершенно было не страшно. Люди гуляли тоже до часу, до двух в этом парке, в Мэрин-парке. Гуляли люди. Я каталась на велике. Вообще никакого не было страха. Вообще никакого не было страха. Молодежь гуляла, там, мячиками стучали. Вот это была жизнь. Это была красота. Главное, сколько было в Манхэттене, чтобы там ничего не случалось. Гуляли вообще просто допоздна. Весь город был. У меня даже есть фотографии, когда вид на Гудзон. Так интересно. Люди стоят, какие-то шикарные фотографии получились. На какую-то мыльницу, знаете. Сделал фотографии для себя на какую-то мыльницу. И вот это прямо, как бы, вид на Нью-Джерси, вот этот, на столицу Нью-Джерси, наверное. Ну, на те небоскребы, которые в Нью-Джерси через Гудзон. И вот этот Нью-Джерс, как бы, такой ландскейп такой, да, или, как сказать-то, ландшафт такой. Вот, они, как бы, и люди так же стоят. Тени, тени людей, как бы, со спины. Люди смотрят на вот этот, на этот вид через Гудзон. И, получается, они как повторяют, как повторяют, кто выше, кто ниже. Такая интересная фотография получилась. Просто шедевр, 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 реальная. Как бы, закат солнца, и люди смотрят вот на эти небоскребы, которые там через Гудзон. И они повторяют своими, как бы, формами тоже вот этот вот, вот этот вот, как бы, как сказать-то, я не знаю. Геометрию, что ли, геометрия людей повторяет геометрию, геометрию вот этого вида, с той стороны которой. Ну, это вообще просто шикарные фотографии у меня есть такие. Я сфотографировала, я даже не думала, я просто сфотографировала, и все. А люди стоят и смотрят, все встали. И это просто, ну, это просто, это фотографии для вот этих вот, для магазинов, ой, магазинов, для журналов. Такие есть у них фотографии. А заход солнца летом, это уже где-то 9, знаете, в 9 часов вот такое вот. То есть гуляли, гуляли по Манхэттену, везде заходили, ничего не боялись, ничего не боялись. Вот пришла к власти мафия, и началось во всем мире. Или же, или же это уже конец света. Или это уже конец света, приближается. Ну, как бы, это уже точно, что приближается, все пророчества сбываются, это уже точно. В мире пожары то тут, то там. Даже, знаете, у меня, моя коллега по работе, она, она сама, по-моему, родилась здесь, но ее предки, родители, дедушки, бабушки, они с Гаити. Видите, вообще там у них, кроме ураганов, ничего не было. Сейчас там такой беспредел, там такая мафия. Выпустили тысячи, тысячи, тысячи людей из тюрем. Захватили, значит, как-то там, ну, все поразбежались, вот эти все охранники, все вот это вот полиция так, или что там у них. Все поразбежалось. Никто не хочет. Пришли какие-то, какая-то мафия, мафиози, и стали вот это вот штурмом брать вот эти тюрьмы. Одну взяли, потом они вооружили всех, кого не выпустили, бандитов из тюрем, и стали брать другие тюрьмы. И там начался беспредел, там люди боятся выходить из домов, грабят магазины, грабят людей. Хаос полнейший. И я уж не знаю, как это сейчас было, это было перед тем, как уходить на каникулы. За пару недель до каникулы это было просто ужас, просто ужас. Гаити, где все, только природные катаклизмы были. Все у них было тишь да гладь, и только природные катаклизмы. И даже там, получается, вот такое идет. То есть видите, что происходит по всему миру. Израиль, Палестина тоже тлела-тлела, теперь горит все. Ой, Россия, Украина, и же с ними компания там вся, это вот это вот. Ну и так везде по мелочи, конечно. Везде, везде. Ладно, друзья мои, буду заканчивать сегодня мои утренние размышления. Пишите хорошие комментарии. Я всегда рада хорошим комментариям. Плохие, если я увижу, я убираю. Неужели я буду на своем канале без монетизации оставлять еще какую-то муру? Подумайте, кремлевские боты, что я не буду ничего оставлять. Подслушайте. Не пишите, не старайтесь. Они в вялом режиме стараются. Они видят, что у меня все почищено. Вот. У меня нет мотивации оставлять вас с вашими глупыми комментариями. Понимаете? Есть люди, которые получают за эту зарплату, а? Пишут, строчат. Надо же, это просто удивительно. Ну ладно, друзья мои, видите, уже новости все врут. Все врут новости. Верить новостям нельзя. Вот. Получается, что люди получают информацию только из-за, из этих, вот, из Ютьюба. От простых людей, которые что-то, где-то ездят, что-то видят. И получается, что только оттуда люди черпают объективную информацию. Дожили мы в таких времен. Поэтому все время пытаются закрыть Ютьюб. Но как-то пока еще сдерживаются эти силы власти. Вот. Как-то их еще сдерживают. Ну, конечно, сейчас, по-моему, правду только из Ютьюба можно подчеркнуть. Все остальные новости – это абсолютная ложь. Абсолютная ложь. Я вообще новости не смотрю. У меня нет телевизора. Как-то это помню. Моя мама сказала там знакомому. У нас нет телевизора. У вас нет телевизора? Они так удивились. Так, слушайте, у нас у каждого члена семьи свой компьютер. Зачем нам телевизор? Я не понимаю этого. У нас никогда не было телевизора в Америке. Видите, как мы тут живем? У нас никогда не было телевизора. Получается, 17 лет мы без телевизора. Прикиньте, а? Вот это жизнь, а? Вот такие немодремучие. Отстали от жизни. Зато мозги хорошие. Мозги чистые. Ладно, друзья мои. Все. Выключайте телевизоры. Продавайте телевизоры. Не нужны они вам. Все сейчас можно найти в интернете. Все. Любые фильмы, любые сериалы, если вы смотрите. Это... Все, все, все. Сейчас полно всего. Все только в интернете. Причем на всех языках. На всех языках. Ну все. Пока-пока. Все. Пошла в магазин. Правилы. Все. Все. Продолжение следует...